Сегодня я расскажу о том, как хранить и использовать созданные вами звуки. Привет, меня зовут Александр Марс, я преподаватель в школе электронной музыки XSSR Academy. Когда я занимаюсь саунд-дизайном, часто получаются очень интересные звуки. И чтобы их не потерять, можно создать папку пресетов, но это только возможно для звуков, созданных без сторонних эффектов. Раньше я все интересные звуки, которые получаются в процессе саунд-дизайна, хранил в отдельных проектах. Но это не всегда удобно. Чтобы добавить такой звук, нужно найти подходящий проект и перетащить дорожку звука. При этом прослушивание невозможно, и приходится помнить название дорожек и проектов. Еще один способ. Сгруппировать синтезатор и дополнительные эффекты, и затем сохранить его как отдельный инструмент-трек. Это тоже не всегда удобно, когда у вас множество инструментов. Я предлагаю вам более подходящий вариант для хранения созданных вами звуков. Мы будем делать это с помощью Ableton Live Clip. Теперь, если мне нужно быстро добавить какой-нибудь звук в проект, я просто выбираю подходящий звук из созданных ранее. При этом все инструменты легко проигрываются, и не нужно запоминать название, есть возможность прослушать звук. Теперь с легкостью перетаскиваю звук в Ableton Live и сам синтезатор, а также партия и все автоматизации уже в проекте. Удобно, не так ли? Для сохранения такого клипа сначала нужно создать подходящий звук. Далее взять созданную для этого звука MIDI-партию и просто перетащить ее в User Library, папку Clips. Все, звук сохранен. Я поделил сохраненные мной клипы на различные группы Bass, Lead, Pad. Если вы захотите поделиться своими звуками или сохранить на флешку или любую другую папку, просто перетащите звук из Ableton в нужное место на диске. Это очень простой и действенный способ, так как он позволяет не только хранить ваши звуки и MIDI-партии в одном месте, но также с легкостью их воспроизводить, не загружая инструменты в проект. Скажите, а как вы храните созданные вами пресеты или партии синтезаторов? Ставьте лайк и не забывайте подписываться на наш канал для того, чтобы первыми узнавать о новых видеоуроках. С вами был Александр Марс. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok